Смотрите, друзья, я бы хотел сегодня очень интересную тему рассмотреть, так как у вас не так, я вообще не проводил такие случаи припасы, ну, ладно, ну и я, ам-балам, если ты хочешь, то иди сюда вместо меня, а я тебя послушаю, не хочешь, нет, тогда давай я прошу, а? Смотрите, мне просто горло еще попаливает, а мне просто мне тяжело к нему. Смотрите, друзья, тему, которую я бы хотел сегодня, чтобы мы забрали, потому что там можно, там можно куда-то и вот это. Смотрите, текст будет вообще интересен, на чем устроено что-то. Смотрите, перед этим… Я знаю, на чем. Мы сейчас прочитаем текст. Смотрите, мы прочитаем текст. И там есть три вопроса. Три вопроса. На какие две группы делятся люди? Какие две группы? Второе. Чем отличаются эти два типа людей в описанных причинах? Третий вопрос. Кто может войти в Царство Божие? Кто может войти в Царство Божие? На какие две группы делятся люди? И чем отличаются эти два типа людей? Перед тем, как мы прочитаем еврейский текст, у меня вот есть картинка. Что видите на пятой группе? Дом. Крой на песке. Который водой смоет. А вот я. Да? И тот и тот смоет, да? Да. Что здесь? Впечатленный. Просто нарисовано, да? Нарисовано что? Да. В доме, и так замок. В два, да? Хорошо. Здесь что? Да. Здесь построим уже. Аааа. Тут тоже из песка, да? Да, да, да. Слушай, какие у вас эмоции вызывают вот эти картинки? Что вы чувствуете? Ну да. Тепло. Чеша. Не спеши. Какие эмоции? Что она? Не, ну вот, вы там постарались, а это быстро. Быстренько. Там ребенок сделал, там взрослый может быть. Да. Если там это усилие, то это быстренько пальцем. Чуть-чуть. Это кто-то сделал. Это кто-то сделал. Это кто-то сделал. Да. Что нам стоит дом построить? Нарисовало? Можно жить, да? Кто-то сделал. Скажите, какие ассоциации были? Переводители на Божьем на Библию или просто? Нет, по-моему просто, какие ассоциации? У него просто вот там монеты, где-то мы баловали. Ну что-то ненадежно, да? Ненадежно. Что еще? Вот какие ассоциации? Ну я всегда сказал, что смой, да? Классно-то. Ну хотя вот тот вообще смоет быстро, а тут еще надо, чтобы он в приток пришел. До вечера подождать. До вечера. Клюк-люк. Клюк-люк. Жалко. Жалко кто-то старался. Работал. Да. Такую крепость построен. То есть видимость есть, картинка, но… Фундамента нету, базы нету. Да. То есть оно вроде бы видимость есть, а нету… Внутренность. Друзья, смотрите, давайте мы этот текст прочитали. Вот помните три вопроса? Какие три вопроса? Кто помнит? На что делятся люди за 20 по 4? Кто может зайти в Царствие Божие или в последние? Кто может зайти в Царствие Божие? И чем они отличаются? Да, типа здесь, да? Давайте. Кто может прочитать этот текст? Кто может прочитать? Да. Может быть, если в Библии… А, там написано, там видно, да, этот текст? Да, да, да. Матфея, 7 глава, 21-27. 2,27. Не всякий говорил, что мне Господи Господи войдет в стадия небесная. Бесполняющее воле Атсо Небесную. Несустроим в твое склоняющую воле Атсо Небесную. Мы для каждого дела, Господи, Господи, Не от твоего ли имени вenschaft рождество и имя, И от твоего имени имени… И матери имени обиды чудеса свบаривания. Не за имени, имени обиды чудеса свобода. И тогда объявляю их. И никогда не знал вас отойти этот мир, И так, и так, и так, и так, и так. И так, 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 и У меня есть предложение. Сейчас еще раз просмотреть этот текст. Попробуйте пересказать своими словами. Просмотреть сейчас. И вот что запомнили, вот так вот их пересказать как-то. Продолжение следует. Вот это слово «и так», вот это слово «и так» — это как бы поведение итога. Продолжение мыслей. То есть вот этот текст. Вот это продолжение. Вот это вы высшие антипы. То есть вот это важно. Кто-то начнет пересказ. И мы добавим просто. То есть вот этот текст. Кто-то хотел бы начать. Ты хочешь начать? Папа красивый? У Иисуса спрашивали, ну не твоими ли мы молитвами молились, не ты нам помогал изгореть бесов и так далее, так далее. То есть мы у тебя защиту искали, как бы, ну не у тебя ли мы это все делали, у тебя просили. Как бы я не могу сказать, да, как бы, ну это понятно. Люди у меня, да, спрашивают. И потом и так он подводит этот, что типа угол вверх построен на мне, на камне. Тут будет, ну как бы, со мной всю жизнь, ну как бы, крепко. А у того, кто построен на песке, то есть это будет все... Ну, то есть все, что подует, смоет и все, как бы он подвел итоги, что в двух словах. Правильно? Отлично, да, супер, супер. А может быть, Владик хотел добавить что-то, не ли? Главную мысль не сказал, да? Да. Да, то есть смотрите, вообще-то он говорил. «Не всякий, кто говорит ко мне, Господи, Господи, не всякий, кто ко мне молится, войдет в Царство Небесное». Он с этого начинает. То есть если, знаете, человек подумает, я же Богу молюсь, Бог обязан меня в Царство Небесное принять. Он говорит, не всякий, кто молится, войдет в Царство Небесное, но кто послушный отцу Небесного? Понимаете, да, в чем разница? Просто молиться и делай, бежать как хочешь, да? Либо я молюсь, я послушный. То есть, вот смотрите, на чем делается тот укор. Вот здесь делается… Вот прямо сейчас вот так, сверху вниз пойдет. Смотрите, не всякий, говорящий, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Это третий вопрос, да? Вот давайте мы сделаем так. Вот у нас первый вопрос. Вот мы сейчас возьмем сначала вот этот текст. То есть, мы немножко так, что мы равновременно говорим. Давайте мы вот этот текст возьмем. Мы с него начнем. Вот у нас было два первых вопроса. На какие два типа людей делятся? Чем они отличаются? Вот давайте, какие два типа людей здесь описано с 24 по 38 стих. Два типа людей. Кто слушает слова Господа и кто не слушает и не исполняет. Так, отлично. Кто слушает слова Мои и исполняет их. Кто слушает и не исполняет. Это уже первый тип человека. Смотрите, с чем они похожи эти люди и чем они отличаются, эти два типа человека? Исполняют и не исполняют. Да. То есть, он, ну, исполняет это буквально что с простыми словами? Жить по-христиански неврешительным. Да. Жить в соответствии с учением Иисуса Христа. Ну, вот так вот буквально, да? То есть, они отличаются тем, что вот этот исполняет, а этот не исполняет. А чем они похожи эти два типа человека? Слушают. Они не слушают. Никто-то тут слушает, да? То есть, здесь не идет речь о людях, которые не верующие люди. Вообще, которые там Бога не верят. И вообще там… И тот верит, и тот верит. Они оба слушают. Версателям, да? Вот они оба сидят и оба Христа слушают. Но и разница их в том, что этот старается исполнить то, что он слушает, а тот не исполняет. Смотрите, и он как бы приводит такую притчу. Он как бы приводит… Чтобы пояснить, как это выглядит по-человечески, он приводит такой пример. Вот какой пример он приводит, да? Кто построил дом на камне? Кто построил на песке? Да. Кто построил на песке? У нас есть два строителя. Да, да. Два человека. Два мужчин. Один, получается… Как вам его назвал Христос? Муж. Муж какой? Благоразумный. Благоразумный. Да. То есть человек, который слушает слова Иисуса Христа и исполняет их, он называется благоразумным. То есть он проявляет благоразумие. Он умный человек. У него все в порядке. Золотой. И смотрите, что он делает. Он строит дом. Так? Но… А вот второй человек какой? Как его назвать? Безрассудный. Безрассудный. То есть он… Он абсолютно не размышляет, не рассуждает. Он принимает нерассудительные решения. То есть… И чем они отличаются, вот эти два мужика? Ну, что один построил два усваи на камне. Да. На камне вообще построил на песке. Да. Смотрите, в чем они похожи. Тот строит дом и этот строит дом. Они оба строятся. То есть… Но разница в том, что тот построил на камне, на фундаменте. А этот построил на земле, на песке. Я помню такой случай. У нас сосед по даче. Я как-то подхожу и смотрю. У них такой сарай, туалет. Туалет стоит. Такая здоровенная, такая вот трещина пошла. Вот сарай и туалет как бы откололся. Я говорю, дядя Сережа, а что вот это? Вроде бы все, клапка лежит, все нормально. Но это что? Я говорю, ты понимаешь, Сергей, я вот это просто накидал строительного мусора вниз. И подумал, что ну классно, такое основание, если его зато не хочу строить. Она просела. И он начал строить, наверное. Он построил туалет. Все, временка. Серега подбила на площадь. Ну и что? И получилось, что он как бы… Там просел и давление начало, да? Да. Вес побольшой. Даже если строительный мусор, он все равно не поможет, да? И все. И вот эта временка, по сути, что с ней делать? Все. Она уже никуда не водна. Реально это надо разбить эту штопу. Это чистить надо. Эти кирпичи, если получится. И все строить за вам. То есть, Ньютон говорит, что ну как бы ты не обманишь законы, которые они нами придумали. Божий закон. Ты их не обманишь. Ты их не обойдешь. Смотрите, вот он построил на песке, да? Вот это на песке построил, вот это на камне. В чем здесь проблема? Вот в этом строительстве. В чем здесь может быть проблема? Ну, построили. Ну, красивое здание. В чем проблема? Ну что, ну просадите и уничтожите. Да. Вот смотрите. Вот написано. И пошел дождь… Нету стержень, наверное. Да. Нету… Да. Нету оснований. Смотрите. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры. И начали набегать на этот дом. И что с ним произошло? И он упал. Вот много разума, может, мужчина. Да. И он не упал. И он не упал. Он стоит. Он стоит. Да? Угу. Вот так мне говорит один. Мой сосед говорит. Вот так говорит. Здесь дома строятся из грязи и досок. Как бы он такой. Ну, я вам другое слово сказал. Не буду его употреблять, чтобы не портить настоящее. Вот. А тут как раз человек, он благоразумный. Он взял дом. Он выбрал твердое основание. Но тут буквально написано слово. Вот это на камне на скале. Представляете, что такое скала? Это даже не фундамент. Это скала гранитная. Он строит на ней дом. Она крепко стоит. То есть я когда-то делился. У меня был этот дом. Ну, не был. Есть дом. Он армянин. И он говорит. Вот дом себе построил. Я говорю. Я смотрю. Как такой дом интересный. Он говорит. А у нас, говорит, в Армении никто фундамента не делает. Прямо на скале стоит. Вот так расчищает. Подалгивает на скалу. И говорит. Средние стоят дома на веках. Говорит. Вообще ничего не было. На скале дома такие. Экономные. И не дать деньги на фундамент. Потому что фундамент это треть дома. Стоимость дома. То есть ты заливаешь фундамент. У тебя уже третий бюджет уже нет. Потому что она все в земле. То есть еще дома нет. У тебя уже третий денег нет. Мы же на дом строили. И на второе я же знаю. Когда получается ты строишь. Это самое главное в принципе есть. Ты сэкономишь на этом. Потом все пойдет на перегасе. Но потом все. Все что ты поставил сверху. Потом все учится. Поэтому экономить вообще надо геодезическую разведку делать. Смотреть какие слои грунта. Потом делать замеры. Что конкретно должен быть фундамент. И уже потом уже строить стенки там и так далее. То есть он построил. Он взял скалу. Он на скале построил. И все. И потом пошло. Поехало. И ничего. Все. Дом стоит. Смотрите. Вот этот второй дом. И было падение. В чем проблема. То есть та же самая проблема. Тот же самый дождь. Те же самые реки. Две реки. Мы легли на этот дом. И он упал. Все. Нет оснований. Нет фундамента. Смотрите. Как вы думаете. Вот если вот эту притчу. Эту мысль. Как ее можно применить в современной жизни нашей. Кто могут быть эти люди. И что такое реки. Искал. В общем. Вот давайте попробуем. Как-то какой-то найти современный. Современный. Да. Объяснение вот этой притчи. Когда ты живешь с Богом. Если тебя внутри. Ну вот есть стержи. Понимание. Ну. В гармонии. Как бы. Стержи внутри есть. Тебя будут люди уговаривать. Говорить. Дуть ветра. Ты не будешь уходить. Ты будешь идти по своей жизни. Ну как бы. С Богом. То что говорит. То что делает. То куда идет. Ты знаешь куда ты идешь. И как ты хочешь жить. А когда ты сделан. Ну. Наверное так. Сегодня есть. А второе место. Тогда. Ты только видишь. В одну. Там и ды. Да. Может еще. Владик. Потому что. Наложение на греха. Счастья не построишь. В любом случае. Когда ты это все. Все тайно становится явным. Если ты что-то сделал плохо. В прошлом. Оно выйдется в будущем. И. Будет еще хуже. Да. Угу. Хорошо. Смотрите. Как еще можно. Как еще можно. Ну я даже слышал такое предположение. Что. Ну каждый человек строит на каком-то основании. Ну дом это. Это план на жизнь. Да. Будем говорить. Кто-то строит на какой-то философии. Кто-то строит на каким-то. Ну на каких-то. Идеях там. Ну не на кресте. Не на Богу. Да. Вот. Кто-то. Кто-то например оправдается тем. Что. Ну я же я сейчас молюсь. Но он не слушается Бога. Он делает грех. Как Влад сказал. То есть человек живет. Он вроде бы такой. Молится. Там храм. А живет. Слушай. Ты посмотришь. Думаешь. Слушай. Ты вообще. Живет как Бог. Знаешь как. Смотрите. Что происходит. Да. Да. Он живет. Вроде бы он все там. Он чуть поставил свечку. Галочку на пачковку. Воскресенье. 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 Не важно где. Воскресенье. Там церковь надо. Почему Воскресенье. Почему Липензей. То есть Бог. Воскресенье. Приходит. Вообще. Кстати. В десяти западах пишется. День субботний. Чти. День субботний. День суббота. Субботний день. Это имеется ввиду. Переводится на иврите. День покоя. То есть суббота это. Шаббат. Шаббат. Да. В евреях. В Евреях. У них день покоя. Суббота. То есть имеется день покоя, когда я выделяю время для Бога. Все это только день для Бога. Я вхожу в храм или там, ну то есть вот так. Ну у христиан как бы этот день был, день покоя это был суббота. Первые евреи были христиане. И они шли в храм. А в воскресенье они собирались и воскресенье слово воскрес. Это слово воскрес. Потому что Христос воскрес в воскресенье. Они в субботу воскрес. И христиане увековечили этот день, как день, когда был воскрешение Христа. И они его так и назвали воскресенье. И поэтому христиане, они собираются в день покоя, сделали воскресенье как символ того, что воскресенье. Солнечный день. Санды. Санды. У них тоже сады это сегодня неделя, а первый день недели санды. У американцев у... То есть день начинается в американском календаре, мне кажется, в английском с санды. С воскресенья. Как-то было такое, где работа у них рода составлял санды для тебя первый день. Первый день. Ну, приходит однажды момент, когда мои верования, во что я верю, на что я строю, они начинают подвергаться испытаниям. Вот это, смотрите, дождь, луга, поток, ветер. Это символ испытания. То есть этот дом начинает качать конкретно. И если он построен на правильном основании, он просто рушится. И очень многие, вот если вы, например, замечали, очень многие звезды, там, Голливуда, богатые люди, они очень сильно разрушены люди внутри. Очень многие на наркоте, там, в блуде, там, ну, жестокие вещи. Почему? Потому что они имеют красивую картинку, вот как мы видели, да, вот эта картинка там с этим залом, вот такая, ну, типа красивая, да. Но когда начинается давление испытательное, этот дом просто трещит по шламу, просто валит. Вот, опять же таки, смотрите, это испытание властью, деньгами, да, то есть человек не выдерживает испытаний. Кого-то испытание с кровями не выдерживает человека. Он просто валится на все. Он раздавлен. То есть, и тут очень серьезный такой момент. Христос, он кидает вызов на самом деле. Это его слушают люди. Он говорит, ребята, он просто кидает вызов. Он говорит, ребята, на чем вы строите ваш дом? На чем вы строите ваше жизнь? На каких ценностях? Что для вас ценно? И вот, если человек выбрал для себя основу не Христа, не то, что связано с Богом, он просто в очень большой опасности, потому что его дом ухнет просто. Он внутри ухнет. Его система ценностей ухнет. Он просто будет разрушен. Но его дом просто ухнет. Все. Поэтому это очень серьезная притча. Это очень серьезно, он очень серьезно принимает вопросы. То есть, так или иначе, рано или поздно, мы подвергнемся испытаниям. Любовь на жизнь, конечно. И много раз в жизни. И не один раз. И чтобы тебе так понять, правильно ты живешь, хорошо, очень глубоко это задумывается. Ну, так и есть. Ну, так и есть на самом деле. Все это сделано. Все это сделано. Мы все живем все. Ну, это все в основной ценности. И на случай с детства, как бы это, если не крестьянские семьи, что вот там, купить дом, работу, карьера, машина, детей здесь и все. То есть все сделано наложенным. Там, это, правильно, какие-то депрессии, болезни, все. Люди начинают шатать, шармить, болезни, все. Ну, то есть, с ума сходит, правильно. Все, ну, почему? Все пьющие. Ну, это society, как бы, самообщество. Это все еще подогревают. Бухните, расслабьтесь, покурите. Закиньте. Закиньте. Это, конечно, очень тяжело. Вообще, надо удаляться все с этого. Вообще, смотришь, ну, так собрать. Ну, брать вот эти какие-то фейки. Война, ну, просто, ты все через себя там все проводишь. Все вместе, не важно, правильные, неправильные, там, хорошие, нехорошие. Почему там многие люди, даже психологи, ну, манны в Америке, дети там листают, становится депрессией у них, там, поканчивают, она в 4-15 лет, там, какая-то девочка, думает, лучше ее там живет или это. И она на себя думает, какая несчастная, какая убогая. Ну, грубая, представляешь. И это с детства убивает человека. Хотя, не понятно, там, фотографию попросил, мы знаем, что делается, да, там, надел майку, с фоткой машины села, ну, как бы, секундная фотка, что, ну, как бы, вот, построена на песке. То есть, ничего нет, это не значит, что человек так живет и так далее. А другие, это же тяжело понять на том конце, ну, мы-то думаем, что, ну, если так, ну, там все круто, зарабатываю миллион в месяц, это все это, а я вот такую работу на стройке, в несчастной, и вот, с Богом с вами, у меня ничего нет. У тебя это, ну, твое, ну, если это не построено на жестких, жестких ценностях, которые тебя не сломают ни в чем, вот эти вот будут проверять. Ну, и все, там, деньги скажут, пошли, ну, по отмыванию, например, в охлоне. Если ты скажешь, так, ну, пошли на стройке, торчуя, ну, образно. Вот это очень важно, ну, с самого, ну, как бы, иметь с тех, если ты… Сто процентов. Ну, я по себе знаю, что если меня струмил, ну, в разные рамки, сто раз, как бы, понимаешь, как бы, если я знаю, ну, я могу молиться, молиться сверху, но все равно делать какие действия, как бы, понимаешь, ну, как бы, я к ним это сносил. Да. Это люди такие. Это меня касается. Это очень сложно, поэтому я говорю, я себе говорю. Потому что мы живем в мире, где очень много у нас мертвыхания, какие-то искушения. Граждане. Давай. Посмотри туда. Посмотри, где пошли, там покусили. Сейчас люди еще сравнивают. Вот сейчас. Того раньше не было. Я просто молодой был относительно. Ну, все сравнивают друг от себя. Вот я такой… И люди становятся такое несчастные, потому что вот у всех, или у кого-то там жена есть, там такая дурбирует в Бальку. Ладно, ты еще себя загоняешь. Да, у тебя еще такая жена есть, которая, посмотри, там, Дубай летает, там… Тут в Сент-Ан-Дарске, в Англии дыхать образом. Понимаешь? То есть, это человек вообще взрывает мозг, ну, убивает внутри, там, свои какие-то все качества. Ну, просто. Библия, кстати, пишет, что не создай себе кумира, а люди, типа, смотрят на кого-то и думают, вот я хочу быть как он. Конечно. Сейчас ты тоже… Ну, Бельтонисус, там, Бог… Все все забыли. Все жрут, как будто Бога нету. Все жрут, понимаешь? В один день, вот как раз войну, это любого нас может нагнуть, ну, жизнь так, что ты будешь просто ходить… Ну… Да, видите, поэтому… Он, когда пришел, он это называется «морная топоведь». То есть, это вообще учение Иисуса Христа, это основа христианства, вот это. И вот, когда он говорил «морная топоведь», он в конце сделал его «конфужен». Это как… Подведение… Подведение его… Представьте, он очень много говорил, там, «блаженый», там, там, я не знаю, ну, короче, там, заповеди «блаженство» есть, там, потом он рассказывал, как бы, свое учение, там, о Царство Божие, так, так, так… И он в конце подводит вот сюда. Это вообще конец его было учения. И люди сидят такие, и мне такие написаны, потому что он учил, как власть имеющий, а не как международный пересел. То есть, он настолько-то с властью преподавал, он настолько убедительно это сделал, что люди просто ахнули, как бы, как? Да, это… И вот этому к зиму две тысячи лет. Я говорю, «Еврит актуальность на секунду». На каком языке он говорил? Она и в будущем будет иметь актуальность? Потому что… Это еврейский язык древнееврейский. Сейчас на нем говорят? Нет. Сейчас нет арамейского. Но сейчас есть современный еврит. И мне кажется, что… Ну, как бы тут… Вот как славянский, например, славянский и русский, да, то есть, его можно читать, его употребляют, но уже больше там… Использовать, конечно, современные переводы на библию, на еврит. Ну, еврит очень сложный. Когда-то выучить. Я такой выучил. «Букердом, а не шмар. Привет, как дела?» Смотрите, друзья, чтобы мысли такую оставить. Он говорит, что, во-первых, строить, строить на камне – это, во-первых, строить на Христе. Ну, на… На библейской истине. Вот. Значит, ну, когда… Потому что библейская истина, она выключает учение Иисуса Христа. Мне, кстати, Влад недавно позвонил, он говорит, «Вот у меня святели и Бога есть, там какие-то там все». Вот. Но проблема святелей и Бога, таких псевдо-христианских религий, они… Они не… У них нету основы это учение Христа. У них нету основы. Конечно. Это просто для меня эти шамашки созданы… Это фантазия. Фантазия. Созданы вот такие, так сказать… Это не так. Ты строишь на вот этом. И у тебя просто здание рухнет просто. Начнется испытание. Вот это, как ты сказал, просто бизнес. Вот это просто было придумано, чтобы заработать на это, под эту… Как… Да. Поэтому, смотрите, первое, что надо нам выяснить, первое, что надо запомнить, что если я хочу, чтобы мое здание… Выдержало все испытания, мое здание. Вот что я строю, да, в мою жизнь. Первое, я должен выбрать правильно… Ну, должен быть… Выбор – это на правильном основании строить. Правильное основание – это… Это библейская истина учения Христа, да, ну, то есть библейская истина. Второй момент. Вот второй момент. Давайте сейчас поговорим про первую часть этого текста, с 21 по 22 стих. То есть я выбираю Христа, я выбираю библейское учение. Второй момент. В чем проблема у первого текста, с 21… И всякий… И всякий говорящий мне «Господи, Господи, Господи», то есть любой человек, который кричит «Господи, Господи, Господи», он имеет в виду эту, да? Всякий… Да, видите, потому что не каждый человек, который молится и взывает к Богу… Я слышу или вымогаю… Он говорит «Царство Божие». То есть представьте, Христос вам говорит, но представьте, есть люди, которые не молятся Богу вообще. Все, это в сторону ходят. Они тоже не попадут. Теперь, есть люди, которые молятся… Могут попасть, потому что вновь на одной из прошедших воскресных вот этих… Да, да. Они говорили о том, что если не успеют покаяться вот перед смертью, то они попадут. Вот. Если они успеют покаяться… Как так несправедливо? Люди всю жизнь жили… Если кто-то под конец решил переобуться… Да, да. Смотрите, тут это немножко другая тема, это уже касается даже не нас, а Бога. Есть такое в Библии, такое вот определение называется «Божья милость». Что такое «Божья милость»? Все мы, все мы, находящиеся здесь во всем мире, мы все… Гришны. Мы все грешные и мы все должны погибнуть. Все. Много ты сделал грехов, мало ты сделал грехов. Мы все подвижим утилизации, скажем так. Но, Христос говорит как, ой, Бог говорит как. Он посылал Христа для того, чтобы открыть нам возможность спастись. Он вместо нас умирает на кресте. Вместо нас. Я должен был умереть на кресте. Но Христос умер вместо меня за людей, которые живут до Христа и за людей, которые будут жить после Христа. Вот это называется универсальная жертва за грехи человека. Вот. И после этого люди делятся на две категории. Люди, которые принимают веру в жертву Христа и говорят «Да, Господи, я принимаю, ты умер за меня. Я принимаю и благодарю тебя, прости мне мои грехи. Я каюсь, да, и принимаю». А есть люди, которые не принимают, они не хотят этого. Так вот, в Библии написано так, что человек, который принимает жертву Христа, неважно, сколько он сделал грехов, много или мало, этот человек попадает под Божью милость, потому что Христос умер на кресте за нему грех. Помните, было три креста. Он сел и был разбойник. Он сел на кресте и он говорит Христу, когда придешь в царство небесное, помяни меня. И он говорит своему другу, он ничего плохого не сделал, за что его вообще распинают. И Христос что ему ответил? «Ныне же со мной будешь в раю». Сколько надо было сделать добрых дел этому умирающему разбойнику, бандиту, чтобы попасть в царство Божие? Нисколько. У него даже времени не было это сделать. Но что он сделал? Он поверил, что Христос – это решение его проблемы. Что Христос, он может его спасти. И Христос проявляет его милость и забирает с собой. А тот, который рядом сидит, он вечно что говорит? «Если он Христос, пусть спасет себя и нас. Сойдет со Христа». Что он сделал? Он отверг Христа. То есть люди делятся на вот этих два разбойнику. Шутил, я пытался. Да. То есть он одни принимает, другие отвергает. Так вот он говорит, те, кто принимает, они уже со мной будут в раю. Они принимают веру и жертвы, они будут со Христом. Поэтому смотрите, хороший ты сказал момент. Сделаем еще раз поправку. Будут те люди, которые принимают Иисуса Христа в вере. Если ты не принимаешь Христа, ты не сможешь спастись. К сожалению. Но есть люди, которые не слышны Христе. Никогда вообще в жизни. Никогда. Теперь вопрос, а как же им быть? Что они, получается, погибнут? Так вот в Библии есть еще такое понятие, называется «спасение по совести». То есть Бог проявляет человеку милость, и он смотрит, как он жил. Если он жил по закону совести, Бог проявляет милость, и он спасает его. Это правильно. С чем был? Этот человек никогда не мог услышать о Христе. Никогда. Все. Он даже не знал, что вообще Христос есть. Это в послании к Библии так написано, но истина заключается в том, что сейчас таких людей почти нет. Есть и там островы. Да, есть. Вот эти люди, они по закону совести живут. То есть совесть, их выступает как судью. То есть это люди, которые будут судиться этой совестью. И Бог. Дикие по инстинктам живут. Живут. Да, да. Это называется «спасение по закону совести». Друзья, смотрите. 21 стих. Есть люди, которые молятся. Господи. 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 Гмогу прощаются за молитвы. Так вот он говорит, даже если ты молишься, это еще не гарантия спасения. Почему? Потому что, говорим, многие скажут мне в тот день, в тот день это когда? Когда они стоят перед Богом на суде. Я скажу, Господи, не твоего ли имени мы проществовали? Мы же от твоего имени, от Христа, от Христова имени проществовали. Не твоего ли имени мы бесовы изгоняем? Чудеса твоего имени. А он говорит, а он говорит, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающих беззакон. То есть представьте, если человек молится Богом, но он делает беззаконное, живет в грехе. Он говорит, слушайте, я вообще никогда вас не знал. Вы живете, как хотите. То есть это такая лазейка, это люди, которые могут подстроиться как бы и вашим, и нашим. И с меня святой. Опа, это Бог в студиях. Я типа и с Богом тут молюсь. Я мутки какие-то кручу там, да? И в итоге все, Господи, я тут в Бога заработал нормально. И тут уже в Царстве Божьем уже ждут, что Христос мне приведет. Она говорит, я не верю, ребята. Вы жили без меня. Вы делали грех. Вы делали грех. Я вас никогда не знал. И он говорит, не всякий, который говорит, Господи, Господи, попадет в Царство Небесное. Вопрос. 21 стих. А кто попадет в Царство Небесное? Кто попадет в Царство Небесное? В 21 стихе. Вы тоже когда-то говорили, я забыл, в общем, что есть покаяние, а есть еще что-то. Покаяние, это когда ты просто покаял. Свобедание. Свобедание. Да. А 21 стих, смотри, что написано здесь? Вот кто попадет в Царство Божье, ну, даже молится, допустим. Кто попадет в Царство Божье? Кто всегда был с Богом, не просто молился, говорил, Господи, Господи, Ага. Не просто был с Богом. А что там написано? Вот там какие написано? Исполняющие волю Отца Небесное. Что это значит? Как это? Ну, он жил по Библии, ну, по законам Божьим, по исполняющим волю мою, ну, волю, то, что он хотел, как люди жили бы на этой земле. Да. Что он оставлял? Быть послушным Богу. Да. Быть послушным. То есть быть в послушании Богу. Смотрите, друзья, самая большая проблема, которую мы сейчас… А, ты уже едешь, да? Все. Сейчас Сипа не разоберу. Ссори. Нет. Я вам на шоуоспере. Все, давай. Сейчас. Два. Два. Продолжим. Ага. Мы сейчас еще продолжим, пока там… Спасибо. 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 Да, да, да. Как раз. Все, все, все. Спасибо. Да, да. На сэр. Конечно, конечно, конечно. Да, конечно, конечно. Конечно. Вот, заезжай, на сэр. Зачем я хочу. Конечно. Да, да. Что, давай, спасибо. А, что, кто может. Треско, кто может. Да, то есть, вот тут идея какая-то, что получается, ну, много же есть людей, которые набожные люди, да. То есть, они там, они там в цепи ходят, они там, у них там тронфоны есть, они там молитвослов есть. Ну, он говорит, что… Ну, это классно, что она есть. А как она работает? Вот. Поэтому… Это очень мощный такой текст для размышлений. И вот, по сути, он говорит, что если человек слышит слова Христова, то есть, он знает Божьи воли, он исполняет, а это человек, который построил дом на камне. И потом… И вот он устоит. Начнется испытание в жизни, и он устоит. Он берет. Хорошо. Такой вопрос. Что я буду делать? Какие… Какие есть идеи? Немножко поделиться. Может быть, какие-то мысли. К чему этот текст побуждает? Ну, он показывает, что мало того… Мало говорить там, Господи, Господи, помоги мне о чем-то. И просто молиться. Нужно исполнять волю Господа. То есть, жить по-крестьянски, не грешить. Ну, как-то сохранять keep right way. То есть, сохранять правильный путь, типа… Двигаться в правильном пути, не отходить от него. Несмотря на какие-то там испытания, которые Бог нам предоставляет в нашей жизни, все равно верить и не поддаваться каким-то… Каким-либо искушениям, которые появляются в нашей жизни. Так. А смотри, еще у меня такой вопрос. Отлично. Отличная мысль. Ну, то написано. Исполнять волю Отца Небесного. А как? Ну, для того, чтобы быть послушным волю Отца Небесного, надо знать волю Отца Небесного. Ну, то есть, например… Да. Хотя бы десять основных проблем. Что это значит для нас? Знать волю Отца Небесного. Что это для нас значит? Ну, знать основные… Ожидание, наверное. Да. Ожидание Господа от людей. В стихе, которые… В рейхаристских… Да. В рейхаристских… В рейхаристских… В рейхаристских… Да. То есть, вопрос такой вот… Надо знать вообще… Что Богу приятно, скажем так. То есть, я, например, вот понимаю так, что часто люди относятся к Богу немножечко… С точки зрения официального. Вот, например… Вот список там требований церковных, каких-то ожиданий. Вот мы имеем подсветные списки. Но часто Библия нам говорит о том, что Библия сравнивает Бога с отцом невестным. То есть, вот как с родителями, да. Вот, например, если мы росли в семье, а мы росли в семье, то обычно в семье есть правила, которые мы должны исполнять. Если мы, например, эти правила нарушаем, это обречает наших родителей. К примеру. Вот какие были у тебя правила семьи? И были какие-то такие правила, нарушая которых, но родители не сильно были довольны, что у вас было такое? Я даже… Ну, не знаю. Прямо списка такого нет, но просто мне как-то с детства объясняли, что это хорошо, это плохо. Не, ну, в доме, например, заходишь домой, и ты знаешь, что лучше этого не делать, потому что это мама его корчит, там, или отца. Какие такие у вас были правила? Нет, прям таких правил не было. Просто было, что подразумевалось, что есть плохо, есть хорошо. А таких прям, что… Вот это не делали. Ну, вот были такие вещи, когда что-то ты сделал, и мама так горчила, или папа, и они с тобой беседовали потом? Слава Богу, такого прям… Вообще никого не было. Ну, типа я старался как-то, ну, типа нормально. Ну, у меня не было такого, что я пришел такой, типа, думаю, а ты сейчас вазу забил, типа, разбил такой, стяжу такой, что сейчас произойдет? Такого не было. Ну, то есть, не знаю. Ну, например, смотри, мог бы ей пойти в кровать завалиться. Да. Не, ну, если бы ты пришел… Ну, это просто не обсуждалости, потому что… Ну, смотри, если бы ты пришел, допустим, башмака, да, ты пришел с улицы и пошел в ледную кровать. Как ты думаешь, это горчило бы родители? Собственно, на счет этого есть интересный не тот, сейчас пока никого нет, можно сказать. Я… У меня запись сейчас… А, я понял, все. Да, потом… Ну, смотри, все равно есть в доме, когда с родителями живешь, есть какие-то негласные правила, нарушая которые ты можешь огорчать родителей. Да, например… Ну, например… Давай-таки возьмем правила, которые, может быть, будут созвучны, если я… Например, дети сходили в туалет и не слили в воду. Огорчат родители? Ну, конечно, конечно. Конечно. Например, пришел домой, стоит кастрюля ворча, берешь ложку и начинаешь с кастрюля наябивать. А… Огорчат? Конечно. Огорчат. Например, налил молока, пакет не поставил в холодильник, оставил нос кислый в воду. Огорчат. То есть, есть очень много таких негласных правил в доме, например, живя с родителями, и ты понимаешь, если ты хочешь насолить родителей, вот, вот, не сделай так, как меня ждает, и тебя нет проблем огорчат. Ну, стрессалась. Стрессалась. Стрессалась, правильно? Да, конечно. Вот. Поэтому… Но для того, чтобы… Для того, чтобы исполнить эти правила, надо, во-первых, знать своих родителей. Я хорошо. А… И если я не хочу их огорчать, я, по крайней мере, не должен этого делать. Вот так и с Богом. Мне кажется, если я к Богу буду относиться как к небесному Отцу, и я понимаю, что, грубо говоря, я живу в его доме, я должен понять, что познать, что Бог огорчает, что приносит огорчение Христу. Да, вот, если что-то я делаю не так. И он говорит, что проблемы возникают у тех, которые непослушны Богу, которые не хотят Богу угорчить. Вот у них будет проблема. Ну… А почему… Вот если сравнивать Господа с родителями, почему, например, Господь посылает какие-то испытания своим детям? Например, родители же не дают какие-то испытания. Они говорят, что типа… Ну… А почему Господь посылает какие-то испытания людям? Вот что… Человек уходит через какие-то тяжелые моменты. Вот… А Господь мог бы это все отвезти, чтобы человек просто жил радостно, прикрывающим? Да. Ну, как бы, в воспитании человека есть, по крайней мере, два инструмента, как его помочь расти. Ну, во-первых, кстати, рост всегда происходит через буду. Если оно не болит, ты не растешь. То есть ты всегда находишь из зоны комфорта. То есть твой рост, он всегда сопрождается глубже. Это вот в любой области. Вот возьми, например, рост мышц. Ты когда качаешься, у тебя когда мышцы, они растут. Если ты хочешь научить английский язык, ты должен учить, у тебя болит мозг, ты растешь. У тебя, ты растешь в изучении. В духовной жизни происходит поручие похожие вещи. То есть сам вызов, челлендж, он, что является стимулятором роста духовка. Это один момент. Второй момент. Это если мы говорим про испытания. То есть Бог допускает в нашей жизни какие-то моделирует ситуации, в которых это позволяет нам расти духовно. На данном случае мы не будем расти, мы будем деградировать. То есть у нас у человека есть две формы. Он либо растет, либо деградирует. Поэтому если я не расту и деградирую, то есть я нахожусь в плате, я иду в деградацию. Соответственно, в духовной жизни происходят очень похожие вещи. Есть также такое понятие, как две формы воспитания человека. Называется естественное наказание и целенаправленное наказание. Что такое естественное наказание? Вот ребенок находится на первой комнате и он лезет в прозитку пальцем. И ты говоришь, не надо этого делать. Не надо. Тебя ударит током. Тебя ударит током. А ребенок намеренно пальцы льет в прозитку. И когда его шабанил током, у него вдруг происходит момент, что он не послушал родителей и его ударил током, и он почувствовал на себе естественное наказание. То есть его никто не толкал по это. Он мне это не делал. Он не стоял взрослый и говорит, что там козетку. Он сам это делал, но он не послушал родителей, а потом он получил удар. Методом продажи. Поэтому вот часто Бог идет таким путем. Он говорит, он человеку проголосит, не делай это. У тебя будет проблема. Не нарушай заповеди. Не блуди. Не прелюбодействуй. Это проблема. И человек говорит, да нет, я там... А что там с девочкой ночью провести? А потом раз, а проблема возникла. Почему? Нарушена была заповедь. Человек допустил блуд. Если он, например, женат, то вот, ну, скажем, Бодислав, была супружеская змина, привела к проблеме. Почему? Потому что человек не послушает Бога. И у него начинается проблема. Есть ситуация, когда Бог допускает непосредственно наказание человека, чтобы остановить его от какого-то проблемы. Но опять же таки, Бог как Небесный Отец, он видит часто, он знает ситуацию всю, он знает ее, ну, гораздо шире и дальше, чем мы ее видим. И он уже принимает решение в зависимости от того, что нам будет болезнее. Но, опять же таки, если человек целенаправленно не хочет служить, но жить с Богом, то часто Бог просто, жи как лучше. А тебе это нравится? И в противном случае, человек начинает, ну, подвергается очень большим проблемам, потому что он просто целенаправленно не хочет жить с Богом. Он не хочет жить с Богом. И это привело просто к череде трагедий, испытаний, лишений и потерь. И мы тому свидетели сейчас. И вот эта вся война, это все в смысле того, что человек не захотел жить с Богом. Он не захотел иметь с Богом счастливую жизнь. Поэтому, если я это понимаю, я понимаю, что Бог меня любит. Бог отдал за меня самый дорогой Иисус Христа. Самый лучший способ жить с счастливой жизнью – это жизнь с Богом. А самый лучший способ войти в Царство Небесное – это Богу быть послушным. И Бог, ну, как говорил Христос, не искушай Бога твоего. То есть не искушать это своего рода, как бы, не испытывая Божьей терпения, скажем так. Не дразни Бога. Потому что, в противном случае, человек на себе может испытать вот эту боль. Да, это, наверное, самое тяжелое, когда у человека все получается, и он думает, что он там уже схватил на Бога забором, то думает, что вот, у меня все классно. Тогда у него начинаются испытания, потому что он начинает Кристос. Да, да, да. Сейчас сидим, вообще не решили. Да, Владик. В общем, вот такие мысли, такие идеи. Я думаю, что было бы классно помолиться. Вот. Все. Тогда будем... Да. Все. Сейчас тогда помолимся. Всем пока. На связи. Увидимся в следующем воскресенье. Увидимся в следующем воскресенье. Да. На связи. Спасибо. Продолжение следует...